Всем привет! Меня зовут Яковенко Екатерина, и я сотрудник службы поддержки Яндекс.Справочника. Я знаю, с какими вопросами вы сталкиваетесь при работе с нашим сервисом. Поэтому совместно с его командой мы решили снять несколько видеоуроков, которые помогут разместить ваш бизнес на нашем сервисе и подскажут, как правильно управлять их на Яндексе. Начнем с того, что рассмотрим самые первые шаги. Во-первых, я расскажу, зачем вообще размещать организацию на сервисах Яндекса. Расскажу, как именно ее добавить и как подтвердить, что именно вы являетесь ее владельцем. Начнем с первого шага. Зачем вообще размещать организацию на Яндексе? Если вы столкнулись с этим вопросом, давайте я расскажу, какая аудитория видит организации в Яндексе. Во-первых, это пользователи Яндекс.Карт, как мобильного приложения, так и десктопных карт. Вы можете ввести любой запрос и найти соответствующие результаты. Например, вы хотите выбрать, какой кинотеатр посетить сегодня вечером. Вы вводите соответствующий запрос и видите все варианты ответов, подходящие к нему. Во-вторых, это пользователи поиска. Также вы можете ввести там любой запрос и увидеть справа выдачу. Эта выдача называется колдунчиком. На карте размещаются те организации, которые подошли под ваш запрос. Также сервисы мобильных приложений, которые наверняка всем известны. Это Яндекс.Навигатор, это Яндекс.Транспорт и это Яндекс.Такси. Эти сервисы позволяют добраться до финальной точки, не зная точного адреса. Вы можете ввести название конкретной организации, будь то вокзал, торговый центр или какой-то конкретный запрос в виде конкретной организации и добраться уже непосредственно до нее. На наших сервисах около 46 миллионов пользователей ежемесячно ищут какую-либо организацию. И ваша организация может быть в числе этих. Для того, чтобы появиться на всех этих сервисах, достаточно добавить свою организацию в Яндекс.Справочник. Яндекс.Справочник — это интернет-каталог организаций. Давайте посмотрим, как же добавить организацию на этот сервис. Это довольно-таки просто. Для начала необходимо ввести всего лишь 5 параметров. Конечно, это название организации. Это ее точно фактический адрес, куда может прийти ваш потенциальный клиент. Это номера телефонов, на которые вы можете помочь клиенту сориентироваться. Это сайты и социальные сети, если они, конечно, есть, и вид деятельности, к которой относится ваша организация. Начать просто. Перейдите по ссылке под видео или введите в поиск Яндекс.Справочник. Первый результат выдачи будет именно наш сервис. Если вы никогда не были в Яндекс.Справочнике, вам откроется промо-страничка. А вот если были, вы увидите личный кабинет уже на странице моей организации. Сразу отмечу, что если вы являетесь вебмастером какого-либо сайта, то ваши организации потянутся в личный кабинет автоматически. Подтверждать на них права не нужно. Если вы попали на промо-страничку, то справа у вас сверху будет кнопка «Добавить организацию». Такая же кнопка есть и в личном кабинете на странице моей организации. По клику на нее вы можете добавить новый объект в Яндекс.Справочник. Давайте посмотрим, как добавить реальную организацию в Яндекс.Справочник. Форма с любой кнопки выглядит абсолютно одинаково. Я предлагаю заполнить все поля и одновременно буду говорить, чего следует избегать, чтобы точно пройти модерацию. Введем название. Мой пример — это музей Пушкина. В названии не следует указывать организационно-правовые формы — это ООО, ЗАО. Не следует указывать вид деятельности — для этого будет поле ниже. Также не следует указывать адресную информацию. Этот блок вы видите уже на этом слайде чуть-чуть ниже. Рекламный текст мы тоже не примем. И название популярных брендов следует указывать только если вы работаете по франшизе или являетесь официальным дилером. Ну и, конечно, ненормативную лексику мы тоже не примем. Следующий блок — это адрес. Адрес следует указывать фактически — тот, куда может прийти ваш клиент и получить свой товар или свою услугу. Мы не принимаем к публикации почтовые адреса и не принимаем юридические. Также не следует указывать адреса квартир и адреса стоянок такси эвакуаторов. Зато адреса офисов данных организаций мы обязательно примем. Не следует указывать адреса продаваемой или сдаваемой в аренду недвижимости. Для этого у нас есть отдельный сайт Яндекс.Недвижимость. Зарегистрировать ваш объект можно там. Следующий блок — это телефоны. Телефоны следует указывать актуальные, так чтобы и клиент мог вам дозвониться и узнать что-либо, и чтобы мы могли подтвердить актуальность данных по вашей организации. Следующий блок — это сайты и социальные сети. В публикации мы принимаем главную страницу сайта или подстраницу конкретного филиала, если такая имеется. Мы не принимаем персональные сайты. Это сайты, например, частно практикующих врачей на территории какой-то больницы, если карточка этой больницы уже публикуется в справочнике. Не принимаем личные и тематические сообщества в социальных сетях, блогах и форумах и чаты, только если они не относятся к какой-то конкретной организации. Мы не принимаем публикации игровые порталы, сайты с порнографическими материалами и с ненормативной лексикой. Следующий блок — это время работы. Время работы следует указывать именно таким, как работает ваша организация, чтобы пользователь мог точно знать, в какое время он может прийти и получить свой товар или свою услугу. По этому же графику работы мы можем позвонить вам и уточнить какую-либо информацию. График работы должен соответствовать актуальному графику работы вашего объекта. Последний блок — это вид деятельности. Вид деятельности подбирается из нашего рубрикатора. Если вы не знаете точной рубрики, которая подходит для вашего объекта, начните вводить ключевой запрос. Наш умный поиск обязательно подскажет, какая из рубрик точно подходит. Рубрик может быть до трех штук. Если вы заполнили все поля, то следующий шаг, который нужно сделать, — это нажать на кнопку «Добавить организацию». После нажатия на эту кнопку вы попадете на страницу проверки, существует ли ваша организация уже в справочнике или ее еще нет. Если вы нашли свою организацию, то не нужно добавлять ее заново, достаточно нажать на кнопку «Это моя компания». Если вашей компании в списке нет, давайте создадим ее. Нажмем на кнопку «Добавить». По кнопке «Добавить» заявка сформируется на странице «Мои заявки». У нее будет статус «Новая». Такая заявка попадает на проверку к нам в колл-центр. Если информация подтвердится, то мы вам обязательно пришлем письмо на почту, поменяем статус в личном кабинете, а через два дня опубликуем карточку и на картах. А вот если информация не подтвердится, то статус будет отрицательным. Как только карточка организации будет опубликована на картах, вы сможете подтвердить на нее права. Сделать это тоже достаточно просто. Я покажу как. Мы по умолчанию не считаем пользователя, добавившего организацию ее владельцам, так как знаем неоднократные случаи, когда человек, сшедший мимо нового магазина, решил на картах добавить его. Он не является его владельцем, поэтому подтвердить права на нее не может, а добавить может. Какие же преимущества дает то, что вы подтвердите свои права? Во-первых, вы сможете менять любую информацию о вашем объекте. И это не только основная организация, но и дополнительные услуги, которые можно указать в справочнике. Вы также можете решить самостоятельно, какие правки принимать по вашему объекту. Сможете получить для организации знак «Информация подтверждена владельцем». Сможете разместить карточку приоритетно. Помимо этих преимуществ, вы также можете работать с фотографиями, оставлять ответы на отзывы и получать оповещение о размещении вашего объекта. Узнавать информацию о том, что добавлены новые фотографии, новые отзывы и какая-то информация изменена. Также сможете просматривать статистику своей компании и работать уже непосредственно с ней. Подтверждение прав происходит всего в два шага. Первый — находим организацию в Яндекс.Справочнике. Второй — выбираем способ получения кода. Получить код можно на тот номер телефона, который уже указан в карточке. Это может быть или смс-ком, или звонок. Если вы запросили звонок, то он придет к вам в течение 10 минут. Если по какой-либо причине вы не расслышали код, звонок оборвался или был нечетко продиктован, то вам перезвонит обязательно в течение нескольких дней реальный оператор. Как только вы получите код, его нужно ввести на странице «Мои заявки». Если код введен верно, то карточка организации перейдет на вкладку «Мои организации». С этих пор вы считаетесь владельцем организации в Яндекс.Справочнике. И после этого уже можно начать полное управление карточкой. На этом я завершаю данное видео, но обещаю, что в следующем расскажу о том, как управлять карточкой организации в справочнике, как получить знак «Владелец следит за своей организацией», как управлять сетевыми организациями на нашем сервисе и многое другое. Полезные ссылки обязательно оставлю под видео. Спасибо за внимание. И если у вас остались вопросы, то на последнем слайде вы увидите адрес службы поддержки. Обязательно пишите нам, мы поможем.